Но здесь спрашивают, Нагорная проповедь Христа, Новый Завет – это Его реальные слова или искажённые? И как понимать фразу «блажен, не ищи духом» и так далее? Ну, думаю, во-первых, как вы думаете сами о проповеди Христа, который в Новом Завете изложен, это Его слова? Сомневаюсь. Потому что, если внимательно читать, там многие вещи они фабриковали, но всё-таки пропустили, всё-таки удивляюсь, если что-то фабрикуется, ну, фальшивку нужно делать хоть грамотно. Там же есть фраза, где, допустим, он обращается к людям, говорит, что «Ваш отец – дьявол». Помните, да? А кого он называет отцом? Бога Яхве. То есть, получается, а христиан тоже Бог Яхве или Всевышний, тоже самый Бог, так? То есть, даже оставили фразу, что он говорит, что «Ваш крыто-отец является дьяволом». Забыли, да? Пропустили. И, в принципе, если учесть, сколько переписывали Новый Завет десятки раз, сколько в него вносили изменений, чтобы он более-менее соответствовал этому времени, которое он пишет. Ну, просто там, можно перечислять, просто не хочу сейчас тратить время, кто интересный, некоторые вопросы уже поднимал, почитайте. То есть, там столько абсурдов, вы просто… Если вы просто начинаете не просто читать, а вникать в смысл, то вы поймете, что там столько абсурдов накручено, то если внимательно прочитать, вы поймете, что это полная фабрикация и потом весьма примитивная. Рассчитаны на людей, которые совершенно безграмотны, которые не знают ничего, кроме… Если вот идеал для христианства что? Чтобы люди могли прочитать только Библию, больше ничего, да? Потому что если начинать что-то другого читать, уже появляется понимание, что в Библии далеко не все в порядке. Потому что, допустим, вы смотрите, до определенного времени в первых те же самые христианские церкви Югославии, которые были построены, христианские называемые, потому что перед этим называлось по-другому религии, показаны сцены, где на местном распятия и вознесения летающие тарелки. И на иконах это было, и так далее. Знаете это, нет? Кто-то знает. Да, знают, но не все. Понимаете? Скрывают. А почему? Потом на одном соборе решили, что убрать – это дьявольские происки. Вот кто читал последнюю главу, которую Светлана написала, она нашла действительно картину, считаю, что забытую Рафаэля. Где прекрасно изображена тарелка летающая, в очень точных деталях, которые считали уничтожены. Она оказалась уничтожена, спасли, слава Богу, в этом плане. И действительно получали интересно. Значит, прекрасно знали в 15 веке, что происходило, и никто не считал, что это дьявольские вещи. А потом просто нужно было исключить, чтобы людей превратить в болванов. То же самое в христианстве было понятие реинкарнации, знаете, да? Тоже исключили. Почему? Потому что тогда это неудобно будет манипулировать. Тогда человеку нельзя объяснить, почему нужно быть рабом сейчас, чтобы упасть в райские кущи, нужно быть рабом сейчас. Вот ты будь рабом, вот сто процентов. Если ты раб, попадешь в рай, и будешь там все получать, что нужно. Не получится. И многие вещи такие. Поэтому верить Новому Завету я особо не рекомендую. Там просто очень много было набрано материала, чисто человеческого понимания, вещи, которые общеприняты, которые и накручивают еще много другого. То есть то, что подставив свою щеку другому, во-первых, он такого никогда явно не говорил, понимаете? Потому что он всегда говорил, я пришел с мечом. Ну и так далее, и так далее. То есть это особый разговор, поэтому я не буду сейчас долго на это затрагивать, потому что времени, к сожалению, у нас не так что много, но последние осталось. Спасибо.